Виноград День занимательной науки проводится в рамках фестиваля «Дети техникотворчества». Опыты, которые так интересны детям, демонстрируют в виде театрализованного представления педагоги Центра «Вектор». Как можно сделать чернила, смешав волшебный чай с молоком? То есть мы взяли крахмал и обычный йод, и смешали. Получились чернила. Ребятам очень понравилось, потому что такие опыты они могут провести дома, даже без родителей, потому что они не опасны. Эти опыты основаны на физических и химических свойствах, которые используются в изобретениях, то есть в той же самой технике. Поэтому, может быть, что-то ребята сегодня узнали, смогут это использовать уже в дальнейшей жизни. Станут Эйнштейнами, как-нибудь сподвигнет их на дальнейшее открытие. До чего техника дошла? Буквально в нескольких шагах от импровизированной кухни мальчишка с телефона управляет роботом. Творение рук человеческих играет в футбол. Пару минут и мяч в воротах. Попробуем создать фруктовую батарейку. Вставляем в лимоны. В один лимон обязательно нужно. Вот начало. Поэтому начинаем с меди. Вставляем в каждый лимон. Медь и железо. Поднялась? Да. Да. Что это говорит? Работает. Работает. Есть электричество, хотя и в малых дозах. Лампочка работает на апельсинов и на лимонов. Я думаю, что это всегда работает на картошках и все. Роботов, скорее всего, делают. Так интересно и что-то с ними можно сделать будет. Например, помощника сделать. Ну как? Помогать. Ну, я бы хотела записаться. А в другой стороне – зал оптических иллюзий. Очень интересно, к примеру, вот эта зеркальная конструкция, смотрясь в которую видишь не то себя, не то человека, сидящего напротив. Идет стекло, как бы полосками, и там щелины есть. И смотришь, когда на друг друга, кажется, видишь части своего и другого человека. Это получается смешно. У тех, кто хочет окунуться в такой неизведанный и манящий мир технического творчества, еще есть время. Фестиваль продлится до 20 января. Первый рабочий день после новогодних каникул – 8 января. Тогда в музее снова пройдет День занимательной науки. Заявки на посещение этого мероприятия и проведение экскурсии принимают по телефону 35 78 82 35 28 04. Вход свободный. Ольга Попова, Григорий Куроптев. Новости нашего города.